привет котики привет мои работающие девочки мы сегодня с вами погадаем на такую тему которую вы же предложили в комментариях и посмотрим что думает о вас ваш работодатель и что думает вообще ваш коллектив которым вы работаете о вас мы не будем сейчас касаться отдельных личностей и не будем касаться девочки сплетен вот мы посмотрим реально общую картину как на вас реагируют люди именно с теми как то с которыми вас связывают девочки не любовь не хобби не отношения а именно работа да когда вы вынуждены что-то делать такое же с другими людьми все по характеру разные и мы вынуждены иногда работать друг с другом когда даже особо этого не хотим ну что давайте посмотрим будем девочки смотреть первую карту мы будем тянуть что вас думает директор что вас думает либо вот можете если хотите можете загадать директора а можете загадать впереди стоящего как говорится начальника тот который над вами девочки именно тот кто выше лучше конечно знаете все равно вот кто в основном увольняет и кто принимает на работу в основном девочки это директор иногда мнение самого вашего непосредственного начальника может отличаться от того какое впечатление у у директора сложилось например у вас как работники да и даже если вам где-то строят какие-то козни директор все равно будет делать так как в принципе он захочет если либо он идет на поводу да у начальника с которым могут быть проблемы либо не идет девочки да а может потом даже предложить перевести вас на какую-то другую должность или еще что-нибудь ну в общем давайте просто посмотрим как вам относится ваш девочки 1 1 карта будет как относится к вам ваш работодатель выбирайте один из четырех вариантов и это будет как относится к вам ваш работодатель 1 2 3 4 вариант и ниже девочки мы за года мы загадаем с вами как вам вообще в целом относится коллектив кем он вас девочки считает хорошим нормальным человеком работником с которым весело и хорошо работается да на которого можно положиться либо на вас ездят девочки либо вас считают какой-нибудь откровенной какой-нибудь крысой давайте вот посмотрим потому что даже вот это ваше личное мнение да она может реально отличаться того что происходит мои дорогие ну что первый вариант это как к вам относится работодатель желательно конечно загадывать именно директора вашего да хоть может даже вы с ним вообще можете не общаться да но он же все равно в курсе кто у него где работает и есть такие которые ему все это преподносят да он делает какие-то выводы и второе как вообще другие люди к вам девочки относятся но на какую-то определенную карту можно даже ну вот на вот эти вот загадывать своих непосредственных начальников девочки но хотя про непосредственных начальников я бы например сделала какой-нибудь девочки отдельное гадание да это такие вот скользкие типы и не у каждого они есть не каждое они что-то решают и у них в основном субъективное какое-то мнение и в основном это все вам видно да а вот такие моменты как именно директор относится к вам это еще как говорится надо посмотреть и что загадываем девочки первый вариант 2 3 4 это первый работодатель второй вариант а вторая линия это у нас идет коллектив мои дорогие ну что поехали будем смотреть так первые девочки вариант давайте смотрим как к вам относится ваш директор ой рыцарь мечей и пашкубков ну что я вам скажу рыцарь мечей директор да он в принципе более-менее справедливый девочки он может быть резким да но он знаете он выпал не королем он выпал рыцарем рыцарь это тот который действует он многое чтобы сам берет на себя то есть он решает еще не просто там руководит да как руководитель просто руководить и раздает там какие-то задачи нарезает кому-то я вам скажу что он очень много и сам что-то делает и либо его как-то недавно поставили да либо что но он короче сам еще девочки учится на этой работе понимаете он учится и руководить он учится быть этим рыцарь королем мечей да он учится у него что-то получается что-то не получается он может быть довольно таки резким да может иногда делать какие-то неправильные решения принимать да но кто застрахован от ошибок в принципе как руководитель девочки рыцарь мечей это нормальный человек который именно за бизнес да он именно за то чтобы чего-то добиваться и чему-то еще учиться девочки да но также рыцарь мечей может выпасть такой знаете очень и очень неприятно на самом деле человек да у него могут быть реальные проблемы с его же коллективом это у рыцаря мечей может быть очень сильная текучка кадров да просто люди не хотят даже задерживаться вместе с ним работать под его руководством и они даже сами иногда как говорится не не понимают почему да вроде бы он вроде бы ничего и не сделал но не хотят то есть тут девочки с одной стороны может такой знаете и неопытный руководитель который еще делает очень много ошибок да не может где-то с кем-то договориться устает вот выполняет не делегирует полномочия на подчиненных он еще много делает чего сам он где-то тыкается чего-то не понимает то есть это не стопроцентный такой директор директор и руководитель да и и еще может такой быть типа в кавычках пройдоха у которого очень сильная текучка кадров да никто не может с ним сработаться и ужиться в принципе если уже судить от 1 до 10 то тут руководитель работодатель как говорится он идет девочки по шкале как говорится рихтера но на пятерочку да ну максимум на шестерочку но все-таки вот от 1 до 10 пятерка да такой вот средней руки руководитель я бы так сказала я бы даже сказал что это ему лучше бы было бы даже быть не руководителем фирмы а именно компании а именно даже каким-нибудь менеджером до топ-менеджером ну то есть под чьим-то крылом не всегда с ним можно сработаться да с этим руководителем и на самом деле ему по большому то счету девочки рыцарю мечей ему на самом деле на 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 людей вот как на личности да в коллективе ему на баба по барабану буквально реально по барабану то есть он ну один упал он не будет знаете где-то кого-то поддерживать морали какие-то читать и все остальное такое и смотрите мои дорогие паш кубков вам выпал это так как вам относится коллектив девочки паш кубков да возможно девочки вы являетесь как раз таки любимчиком в этом же коллективе да то есть вас любят вот реально это конечно не дама кубкова это не рыцарь не король но такие фигуры выпали но паш кубков да в к вам относятся довольно таки положительно и реально против вас на работе но может быть вот раз все таки этот рыцарь мечей выпал да то может быть какая-то такая напряженность на работе быть но когда вам смотрят в глаза они реально понимают что вы нормальный хороший адекватный человек и люди которые работают вместе с вами они вас видят реально личность и не пугающую личность да не стервятину какую-то не шестерку они видят добрые глаза они видят что с вами легко девочки да с вами легко сработаться и вот коллектив вас любит вот реально девочки если даже есть какие-то такие моменты когда вы там с кем-то знаете не сошлись в интересах и все остальное я вам скажу одну вещь против вас вряд ли будут затевать какие-то знаете интриги скандалы расследования а шестерить например или еще что то делать другие люди могут не из-за того что вы там например какой-то плохой человек а из-за того что они такие девочки так что на свой счет ничего не принимайте и то что и на этой работе у вас паш кубков выпал я так думаю даже не другой работе будет так вот вас видят нормального хорошего адекватного человека понимаете и доброту какую-то светитесь вы как добрый человек да и иногда мне кажется вот по пажу кубков люди даже иногда либо делятся с вами девочки своими секретами где-то да могут не прятать именно от вас слез до своих каких-то проблем ну не видят за вами вот какую-то стервятину но вот на этой работе которую вы загадали все таки скажу что не особо легко работать потому что вот сверху выпал этот рыцарь мечей да то есть человек не совсем все таки такой вот адекватный который держит коллектив да не руководитель группы людей когда надо может даже какие-то педагогические навыки иметь ораторские или еще какие-то человек сам совершает много где-то ошибок да и он не собирает людей для для коллектива так дружного такого коллектива он собирает людей именно для работы потому что у него есть какие-то цели но он причем при всем при этом да не является таким супер каким-то руководителем да и он по отечески никого там где-то гладить по головке девочки не будет а если и будет то только ради таких каких-то целей бизнеса возможно да так так что вот такая типичная ситуация довольно таки девочки типичная ситуация для обычных нормальных людей выпало да то есть коллектив такие же люди воспринимают вас довольно таки нормально а а сами работодатели они ты из-за того что у них тоже очень много ответственности до решений неправильно что-то сделаешь тут гнобят там гнобят тут что-то хотят ну короче я вот люди в основном те которые занимают руководящие посты да не с такой напряженной попкой на самом деле и их надо иногда понимать даже если они кричат ругаются до неправильно даже себя ведут огрызаются или еще что-то не принимайте это на свой счет принимайте это девочки только ну как тот момент когда вот человек просто очень сильно нервно напряжен да и может конечно как-то не так выражаться вот такой вот первый вариант второй вариант мои дорогие давайте посмотрим что у вас думает на работе ваш работодатель и что у вас думает коллектив девочки боже мой какие реально хорошие карты выпали но единица жезлов я вам скажу так это надо сказать что что у вас думает работодатель дело в том что единица жезлов девочки может еще говорить о том что не для всех но если будет какое-то сокращение кадров да то вы можете попасть под это сокращение то есть тут у работодателя у работодателя проблемы девочки проблемы знаете с обеспечением вообще даже производства какими-то материалами с проблемы с правильным построением кадров да и я вам скажу так вот когда вот бизнес да на чем он строится девочки когда вот какие-то кризисы да вы не бойтесь вот этих вот увольнений потому что экономика она такая очень пластичная да и если одни предприятия где-то сокращается ужимают свои хвосты это не потому что вы там плохой человек да это потому что это не надо например 5 инженеров может делать все один до оплатить зарплату пятерым бизнес там где-то не может но это с одним таким случается зато другое предприятие с другим руководителем так в другой отрасли но более продуктивные потому там наоборот набор идет да так что надо это все улавливать и получается по единице жезлов я вам скажу так присмотритесь мои дорогие тут и тут такая тонкая жердочка может быть с тем что работодатель думает над тем чтобы где-то сократить свои кадры и может быть девочки как раз таки это сокращение будет каким-то боком касаться и вас если вы уже зашли на это гадание и вам вот все не просто вот зашли а где-то вы волнуетесь да по поводу уволят вас или не уволят то я вам скажу так вот если у вас стоит вопрос такой да уволят вас или не уволят что вас думает ваш работодатель то я вам скажу так он очень хочет чтобы человек один выполнял 2 3 работы одновременно и был такой универсальный солдат и поэтому возможно он думает знаете кого кого уволить не потому что он плохо относится потому что ему просто много людей да и надо где-то что-то оптимизировать поэтому девочки я вам скажу так если вдруг на вас взваливает какую-то дополнительную работу если какие если как-то отправляют за свой счет то тут надо либо уже взять эту дополнительную работу да если вы хотите все работать на этой работе либо девочки искать другое место рабочие до себе не бойтесь этого перемены тем более вот работу лучше всего менять вот как говорят даже психологи каждые два года для того чтобы мозги все время работали потому что когда работаешь на одной и той же работе становишься таким знаете дубинно деревянным так что имейте вот этот момент в виду и еще такой момент если все-таки у вас нету таких проблем менять работу или не меняется девочки работаю если нету таких вот каких-то волнений у кого уволят кого не уволят то единица жезлов тут может знаете за что ответить что если вы вновь как приняты девочки на работу да тут вот какие-то новшества все новое до смена идет смена либо вас тут приняли на работу девочки и вам относится к новой боевой единице либо девочки вас как говорится не то что хотят уволить да но хотят просто оптимизировать кадры почему я это все говорю если бы я говорила девочки если тут внизу выпадала еще какая-нибудь какая-нибудь дурная карта снизу до десятка колесо фортуны выпало вам так что все изменения которые будут у вас на работе не все к лучшему если вы только пришли на эту на работу девочки то будет у вас равно на этой работе все хорошо и и возможно даже повышение а если вы девочки думаете что вас уволят как бы вы не уходили с этой работой поверьте мне у вас все равно колесо фортуны и но хоть мы тут и гадаем что вот это вот карта значит отношение коллектива я вам скажу так это будет может новая работа по знакомству вас запомнили вас знают и если вы вот устроились на эту работу до вас будет повышение по карьерной лестнице если вас девочек девочки уволят это значит лучше всего конечно уходить знаете вот ну без обид без ничего в как профессионал уходить хорошем расположение духа и все остальное почему дело в том что тут может дальше идти у вас как раз таки работа по знакомству потому что вас знают то предприятие вот это кто-то знает может быть какие-то знакомые да и вот и когда будут рассматривать даже в будущем каком-то вашу кандидатуру на какой-нибудь другой фирме да а типа у меня там знакомого а у и спросит это знакомая что это за она такая да да такая была хорошая женщина можно брать да и вот и возьмут у у вас вот в этом и причем возьмут да и колесо фортуны выпадает и получается что другие люди замал замолвят за вас как раз таки это доброе хорошая словечко девочки так что у вас в принципе все даже не сколько через работодателей каких-то идет до сколько у вас идет а вас идет молва о том какой вы работник девочки понимаете и вот коллектив как говорится коллектив решает люди которые работают рядом с вами работали рядом с вами они в принципе вот эти вот связи они у вас остаются и это все влияет на то чем вы будете заниматься и я скажу по колесу фортуны да которая которая выпала именно как раз что у вас думает коллеги девочки вот именно коллеги это как выбор какой-то да как будто как голосование как будто депутата какого-то выбирают да то есть за вас голосуют именно люди для того чтобы вас взять на работу за вас голосуют и дело в том что не работодатель даже сам решает а сколько за вас решают люди быть вам или не быть и даже если вы будете приходить на какие-то другие собеседования и я вам скажу так почему-то вашу персону все время обсуждают да выносят на обсуждение как голосуют за вас и вот большинство все равно как раз таки и за вас и получается так что я бы даже сказала что это и прошлого касается девочки настоящего и будущего то есть например когда даже работодатель не знает кого выбрать ваше резюме там или еще какое-то получается смотрит еще кто-то и говорит о посмотри какое интересная там женщина да посмотри какой работник интересный и на вас получается обращает внимание больше чем на других понимаете даже если вас там приняли не приняли на новую работу не бойтесь не никогда да дело в том что вас всегда рассматривает в первую очередь единственное там уже идут какие-то производственные рабочие моменты да берут на работу или не берут так что тут в принципе все нормально работодатель девочки ну будьте осторожны если вы вдруг боитесь что вас уволят и уже к этому где-то дело идет или какой-то страх появился да не бойтесь как говорится уходите красиво если вас даже попросят дружеские уходите потому что как раз таки другой вот этот коллектив о и вы выплываете как раз таки на этих знакомствах каких-то даже даже может быть даже не подозревая об этом потому что смотрите мы же все специалисты где-то в каких-то определенных областях да и например если допустим девочки швея хорошая швея да в каком-то определенном городе тут поработала на фирме на этой фирме поработала на этой и швеешь тоже другие работают да и получается вот это вот круговорот да работников на разных фирмах на разных производствах где бы и вот этот круговорот это уже какая-то такая знаете прослойка людей которые знают что валя хороший работник да что она не скандальная что она там не пьющие или еще какая-то и валю будут брать вот вот и все и вам как раз надо за свою репутацию в первую очередь и и пи и волноваться как говорится за нее вот так вот единица жезлов может статься так что вас уволят но не из-за того что вы плохой человек либо переведут девочки да и не из-за того что к вам кто-то плохо относится именно из-за как смена что-то новое идет грядет и причем это может касаться как и вас именно такие вот и и саму эту фирму вот такие вот дела мои дорогие третий вариант мои хорошие давайте посмотрим что вас думает на работе работодатель боже мой святой человек выпал и что вас думает на работе у вас коллектив девочки десятка мечей но смотрите тут все-таки надо сказать и в общем и то что выпало то выпало девочки если у вас руководитель или вы загадали вот свою начальницу да то тут идет какая-то двойная игра мои дорогие тут кто-то из вашего коллектива девочки есть какая-то крыса конкретная крыса которая на вас доносит что-то шестерит девочки сейчас будьте предельно предельно аккуратными да не трогайте не своего потому что могут как говорится сказать что вы воруете или еще что-нибудь да реально десятка мечей именно выпало на коллективе выпало под королевой пентаклей это девочки интрига это девочки может быть ссоры и склоки на работе и дело в том что вот эта королева пентаклей когда мы говорим о работодателе он как будто бы закрывает глаза или делает вид как будто бы ничего не происходит но у меня такое ощущение что это уже длится какой-то определенный период времени и что самая нечисть девочки выпало именно в коллективе десятка мечей это как говорится у меня карта называется усекновение головы и это еще даже вот у меня с христианским игры игром это связано усекновение головы и она и и тут может быть еще дело быть связано именно с тем с определенной датой десятка мечей это девочки идет карта которую в принципе здесь сейчас даже актуально сказать сам праздник как говорится да усекновение головы и она пред течи он празднуется девочки в православной церкви 29 августа 11 сентября ну это по старому и новому календарю но я это отношу даже не к 11 сентября а вот десяточку и вот я вам скажу так что какая-то фигня началась на работе как раз таки у вас в сентябре сентября начали вас где-то подгнабливать причем это делают за спиной и очень негативно вашу сторону говорят но сказать что работодатель придерживается не нейтралитета нет это дело в том что это какая-то выжидательная оппозиция насколько вы себя проявите и покажете как вы будете действовать в этих даже каких-то даже искусственно созданных проблемках в каких-то вот делах я вам скажу так надо сейчас себя очень и очень тонко и осторожно девочки мои дорогие вести себя очень тонко и осторожно во-первых рот держать в основном на замке не оскорблять других не сплетничать не говорить как вам тяжело работает не не рвать жопу тоже на этой же работе а выполнять вот свои обязанности как они есть я вам еще советую даже вот когда когда что-то где-то девочки у вас есть например ваш трудовой договор для того чтобы вас врасплох где-то не достали возьмите просто прочитайте очень интересные чтивы на самом деле для того чтобы где-то себя даже защищать дальше заведите девочки себе какого-то друга подругу с вашего же коллектива возможно да знаете как говорится соседнего отдела для того чтобы вам могли даже сливать какую-то определенную информацию когда вы выходите понимаете то есть не показывать вот это да а вот с кем-то как будто бы так разговориться разговориться со стороны потом человек когда будет к вам реально хорошо относиться знаете он иногда вот раскроется и будет говорить а вот знаешь когда ты вышла про тебя вот это и вот это говорили да а вы не открываете дверь ногой не говорите да как вы тут смеете что делать нет девочки манипуляторство да манипулятивные какие-то действия тут надо все продумывать есть какая-то крыса которая про вас плохо говорит которая плохо отзывается негативит это может быть связано с разными причинами может вас хотят подсидеть забрать ваше место может кто-то недоволен о том что вы как-то знаете выделяетесь в основном ну чем недовольны другие люди да им либо пофиг либо они завидуют понимаете значит где-то есть чему-то очень сильно вам позавидовать и десятка мечей это 10 баллов по шкале рихтера о том что вокруг вас находится кто-то кто очень сильно и пристально промыв линзы за вами наблюдает и смотрит и причем даже где-то приукрашивает врет подставляет и все такое будьте предельно осторожны в коллективе есть крыса но смотрите работодатель выпал королева мечей девочки да я вам скажу так если вы вдруг тут загадывали свою начальницу и у вас есть начальница которая выше вас стоит на работе которая такая знаете стерва которая к вам вот как-то так вот относится непонятно и пытается вас уволить и потому вы тут лучше начальницу свою загадали то стрелки могут гореть свечки с нее тоже королева пентаклей с этой десяткой мечей это может говорить о том что это негативит вашу сторону ваша непосредственная начальница но но если мы говорим вообще о директоре работодателе вашем да каком то и даже пусть даже это мужчина там да либо женщина да но не ваша непосредственная с которой вы сталкиваетесь как говорится иногда там здрасте здрасте до свидания говорите да то я вам скажу так человек который занял выжидательную позицию то есть про вас ему даже доложили что-то плохое но человек не делает скорость полительных выводов он просто наблюдает когда это это что-то вот это всплывет наружу да и он уверен что это должно всплыть если это всплывет да то он уже будет как-то реагировать если не всплывет то ну он как бы отмалчивается больше этот человек не все хорошо в этом как говорится тридцать девятом царстве государстве девочки а давайте знаете что вот мне интересно все-таки ну вот эту вот карту да десятку мечей из-за чего это происходит это пятерка пентаклей во-первых то что я сказала насчет зависти да есть такой момент причем я бы даже сказала он конкретный и я вам скажу так так у вас просто есть то чего нету у того человека и обратите внимание на ту крысу ту несчастную какую-то крысу которая где-то про вас негативит и шестерит просто у вас есть то чего нету у нее и чего она хочет и либо это было озвучено и вы знаете что что-то кто-то в чем-то нуждается очень сильно может даже в вашем рабочем месте либо нуждается в вашей в вашей красоте в вашем опыте да всем чем угодно вот знаете вот это вот тупо из-за зависти девочки тупо из-за зависти что с ней делать давайте погадаем туда что с ней сделать с этой крысой маг девочки вот смотрите маг и королева пентакли это же тоже ведьминская карта и тут и если мы вот закроем вот этот негатив который тут выпал да то расклад будет таков маг и королева пентакли да девочки магичить вот реально просто магичить защищаться даже такими способами потому что у меня такое ощущение что вот эта зависть понимаете как черный какой-то туман из-под двери знаете такой вот как в фильмах ужасов вылазит что после против него делаем да защищаемся всеми возможными способами девочки вот у меня кстати часто вот спрашивают что делать я иногда ну не то что даже иногда довольно таки часто прихожу на чужие фирмы в компании когда например просто даже мужчины которые ой ой я не верю я не верю в черную магию да а сам сидит и такой довольный что сейчас будут как говорится очищать его рабочее место и и когда вот это вот все находишь когда пересчитываешь чуть ли не каждый в каждом горшке цветочном покопался посмотрел где какие бумаги фонят что за шкафом что под половиком и все остальное потом и это такие вот есть и очень много так вот насчет магии да реально магию подключаем девочки подключаем способы вам виднее вы на местах как говорится и вам виднее чем вам там заниматься и как это все выгонять вам надо изгнание девочки затыкание ртов и изгнание вот этих вот плохих людей маленькие такие советики как говорится быстродейственные первое девочки берем портрет распечатываем того человека когда если вы точно знаете что это какая-то крыса против вас да распечатываете портрет и его важно принес это распечатываете на работе печатали дома или еще где-нибудь фотографию взяли порвать со словами такими всем иди губну по трубам ну и от себя много чего добавите с обзывательствами обязательно да чтобы вас не трогали рвете выкидываете в туалет если нету фотографии очень хорошо работает хлеб я этим сама пользуюсь например если мне надо заткнуть кому-то рот или еще что-нибудь я беру мякиш хлебный да и из него делаю такого вольта ну куклу вольт да и лапки голову ручки ножки и назначаю имя называю тебя кукла так то так то троллевали ну и потом отрываю ножки ручки отрываю голову отрываю все это спускаю в унитаз и с шумом с гоготом и с веселыми воплями вот вот этот человек он летит как говорится идет говно по трубам у меня например работает это сто процентов девочки как только я это делаю сразу понимаете как человека как подменили как говорится нету ничего уже вообще это если вы при условии девочки что знаете да кто и чего потом на работе мои дорогие да делаем генеральную уборку своего рабочего места даже не стесняйтесь берите тряпку с водой да и помойте сверху вниз и стол и компьютер если у вас такое или там машину что у вас там какое рабочее место помыли и водой потерли даже то место под креслом у себя вымыли сами девочки да не бойтесь можно иногда такую уборочку устроить рабочее место никто вам не скажет что вы не тем заняты вот так вот сделать уборку вынести мусор потому что среди этого мусора могут быть какие-то еще и подклады мои дорогие потому что карты тут сигнализирует о том что надо подключать и магию дальше дальше можно уже такую более тяжелую артиллерию подключать это если у вас есть вещи ваших мертвых родственников да ну какие-нибудь не знаю статуэтки колечки цепочки ну все что угодно даже фотографии вашего умершего родственника знаете какие-то вот с паспортов помните как раньше делила ли черно-белые фотографии ваших умерших родственников можно найти они являются защитниками да и это другое лицо просто берете эту фотографию ставите себе возле компьютера возле стола ну или где вы там девочки работаете либо при себе держите родственники род он всегда помогает и дело в том что третий глаз есть не только у нас а есть и у врагов третий глаз да и дело в том что тогда будет путаница когда два лица будут да и вот это вот путание мертвый человек из рода и живой человек из рода и дело в том что мертвые даже с фотографией они работают очень хорошо вспомните даже лики святых мои дорогие почему в христианском эгрегоре так им поклоняются да а обратите внимание что в мусульман в исламе ликов святых никаких нету да и вообще изображение бога все отрицаются это тоже определенно как говорится оберег да чтобы через изображение человека нельзя было воздействовать а христианский эгрегор это поддерживает да то есть про фотографии имейте в виду дальше тут уже можно девочки и соль использовать и перец прийти пораньше на работу и посолить место да свое даже как в фильме в гоголе берете как говорится мелом очерчиваете это все восковой свечой да восковой свечой да очертили это не видно незаметно сделать потом эту же свечку в конце рабочего дня пошли как говорится поставили ну очертили я имею в виду низом свечки да не верхом светиликом а низом почертили свое место потом это свечку дожечь надо до конца где-нибудь на перекрестке закопать либо например некоторые я знаю кто в церкви ходит они вот такие вот свечки берут и ставят ну по-разному девочки ставят кому за упокой кому за здравие да ну лучше всего чтобы эта свечка просто прогорела да просто в церковь ее отдать зажечь и пойти просто так так что имейте в виду если вы найдете какие-нибудь хорошие такие ритуалы которые вам понравятся да тоже берите на вооружение все что угодно вот такие вот дела девочки просто вот кому-то надо вот этот ротик с гнильцой как-то прикрыть да по рукам побить либо вот такое ощущение что тот кто ворует да он специально тыкает на других для того чтобы его не заметить можно было вот такой вот третий вариант мои дорогие ну что четвертый вариант девочки что у вас думает ваш работодатель и что у вас думает ваш коллектив в котором вы работаете боже мой королева кубков вообще-то работодатель к вам очень хорошо относится вот действительно знаете он не смотрит на на ваши профессиональные какие-то заслуги этот человек просто относится к вам к человеку понимаете и может быть ему с каких-то с его вершин да что-то где-то виднее вот такие дела так что на вот это вот королева кубков выпадает тут девочки так очень лично очень индивидуально очень субъективно к вам относится ваш работодатель это королева кубков обозначает либо даже работодатель как-то вы ему нравитесь либо по-женски да вот женщина такая она мне нравится может вообще никак это не показывать из-за субординации но я вам скажу очень хорошо относится это даже какая-то даже девочки влюбленность вот серьезно так что тут тут какое-то очень сильное личное отношение к вам как к человеку а посмотрите что снизу выпало как к вам относится коллектив верховная жрица девочки если вы тут где-то спите со своим работодателем то я вам скажу что коллектив прекрасно знает что вы это делаете если девочки вы не спите и вроде бы ничего такого не подозревали за своим работодателем то я вам сейчас говорю что к вам какое-то очень и очень субъективное положительное отношение любовное девочки отношение реально любовное и вот тут вот выпало как к вам относится коллектив верховная жрица девочки а вы сама не директор мои дорогие да может вы решили погадать вот как кто к вам относится такое ощущение что тут либо вы очень на большой должности и сами находитесь либо вы сама начальница и вы с начальниками общаетесь и потому к вам такое вот личное хорошее отношение либо девочки на вас запали и почему-то отношение коллектива оно идет идет к вам не как как просто как к работнице а как к верховной жрице девочки как к той которая приближена к именно к верхам сливки сливки общества вы на работе две хорошая картовая поликоролева кубков и верховная девочки жрица но верховная жрица она выпала у вас в коллективе это реально очень хорошее это карта да это говорит о том что вы знаете больше чем другие вы можете больше чем другие и другие на вас равняются и вы как учитель для них а королева кубков отношение к вам работодателя ну девочки я уже сказала тут что-то такие шуры-муры шуры-муры могут быть дорогие мои я не говорю что можно сразу знаете строить глазки как-то изменить отношение к своему работодателю да но имейте ввиду что тут какие-то даже могут плюсики вам быть потому что хорошее к вам отношение вы этого заслужили что бы вы не делали да очень пышащие красотой карты у вас выпали это получается я тут вижу красавицу девочки вы либо реальная начальница либо вы просто красавица краше всех там у себя на работе либо и то и другое девочки но это просто знаете с торт сбитых сливок с вишенкой понимаете вот такая красота идет очень хорошая карта выпали очень причем обратите внимание девочки если у вас ваше начальство женщины да то они все равно не относятся к вам плохо да если вот у меня тут в третьем варианте было такое много зависти то тут получается вот женщина-женщина потому что женщина с большой буквы ты женщина с большой буквы это самый лучший расклад вообще из всех которые я когда-либо делала на работу на работодателей да и как относятся к коллективе самые лучшие карты четвертый вариант ой как всегда четвертый вариант таинственный ведьмовской вариант девочки ну тут даже больше нечего добавить все нормально мои дорогие и я вам скажу так да для четвертого девочки варианта есть такие моменты в жизни когда что-то идет не так какой-то негатив на работе и вам кажется что я вам что-то где-то не досказала тут не выпадает негатив когда даже вот что-то такое есть и случается и потом даже мне говорят ну помнишь мы с тобой гадали на картах а все же было нормально да а вот у меня какая-то херня случилась проходит два дня блин я была не права у меня наоборот еще лучше типа там что-то стало да и карты они чувствуют вот это понимаете если уже они показывают какой-то негатив они показывают если если его нет значит все к лучшему девочки тут как говорится к бабке не ходи все мои дорогие вот такой вот был расклад пока пока